Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Разговор по чесноку». Я ее ведущий Роман Полинсков. Сегодня мы будем знакомиться и говорить о таком понятии, как лучевая диагностика. И сегодня у меня в гостях заведующий отделением лучевой диагностики университетской клиники Казань, ассистент кафедры по направлению фундаментальных основ клинической медицины по направлению рентгенологии Института фундаментальной цивилизации и биологии Сергей Вячеславович Курочкин. Здравствуйте! Добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Давайте начнем. Первый вопрос такой. И что из себя представляет такой понятие, как лучевая диагностика? Ну, лучевая диагностика – это большое диагностическое направление, включающее инструментальные методы диагностики для получения изображения различных органов и систем, в основе которых лежит принцип, так сказать, получения изображения с помощью излучения. Сегодня многие лучевую диагностику связывают с рентгеновскими методами исследования, в основе которых лежит ионизирующее излучение. Такие методы, как рентгенография, рентгеноскопия, флюорография, маммография, компьютерная томография, ангиография. Ионизирующее излучение было открыто в 1895 году, 8 ноября, в физической лаборатории университета города Вюрсбург, Германия, Вильгельмом Рентгеном. И ежегодно в этот день, 8 ноября, отмечается Всемирный день рентгенолога. Вот скажите, пожалуйста, какие преимущества у методов лучевой диагностики перед другими методами исследования? Ну, если коротко, то на сегодняшний день нельзя представить неотложную диагностику без рентгенологического метода, так как на сегодняшний день пока еще невозможно отказаться от рентгенологических методов в диагностике травматических, в частности, повреждений. А если пошире? Ну, если пошире, то можно сказать, что это скорость проведения исследования. Если мы говорим о современном оборудовании, то на сегодняшний день, чаще всего уже в современных клиниках, мы можем встретить цифровое оборудование, цифровые технологии, которые позволяют проводить исследования достаточно быстро, его обрабатывать и, соответственно, выдавать окончательные заключения и результаты. Дальше. Это возможность проведения исследования пациентов в тяжелом состоянии, если мы говорим о компьютерной томографии. Ну вот, где-то так. А пациенты с какими заболеваниями чаще всего поступают на лучевую диагностику? Если мы говорим о рентгенодиагностике, то это пациенты с заболеваниями органов дыхания, чаще всего. Пациенты с заболеваниями костно-суставной системы – это позвоночник, кости, суставы. И пациенты с заболеваниями мочеполовой системы, с заболеваниями почек, мочевого пузыря. Если мы говорим о компьютерной томографии, которая является также методом лучевой диагностики и связанной с рентгенологическим методом, то здесь важно выделить несколько потоков пациентов, несколько направлений. Это неотложные пациенты, которые в свою очередь можно разделить на две категории. Это пациенты, которые поступают в экстренном порядке через приемный покой с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения и пневмонии. И те пациенты, которые находятся в реанимационном отделении. Чаще всего для них или им проводится исследование органов грудной клетки для исключения пневмонии, также для исключения нарушения легочного кровообращения, так называемой тромбоэмболии легочной артерии, и для исключения расслающей аневризмы аорты. Следующая категория пациентов – это плановые пациенты, среди которых также можно выделить категорию пациентов, которые приходят по направлению от врачей поликлиник, поликлиники. И это чаще всего пациенты с заболеваниями также легких, заболеваниями лорорганов, заболеваниями печени, поджелудочной железы, почек, заболеваниями позвоночника, заболеваниями суставов. Это стационарные пациенты. Среди них преобладают пациенты с заболеваниями органов брюшной полости из-за брюшинного пространства, это заболеваниями печени, поджелудочной железы, почек. И пациенты с заболеваниями органов дыхания. Ну, также с подозрением или для исключения пневмонии. Скажите, какие имеются противопоказания и при каких обстоятельствах не рекомендуется пользоваться методами лучевой диагностики? Ну, вот в данной ситуации я бы хотел начать со второго вопроса. В тех ситуациях или в тех случаях, когда поставленную задачу можно решить с помощью других альтернативных методов без ионизирующего излучения, таких как УЗИ и МРТ, от рентгенологических методов исследования и диагностики, можно и нужно отказаться. Что касается второго вопроса. Вообще, если посмотреть широко на вопрос применения использования рентгенологических методов, то, в принципе, можно сказать, что противопоказаний нет. Мы говорим о противопоказании к использованию рентгенологического метода исследования, если имеется у женщины установленная беременность, вплоть до срока 20 недель. Это необходимо сделать для того, чтобы сформировался плод, сформировались все жизненно важные органы. Ну и вообще, желательно, конечно, избегать необоснованных исследований и чрезмерного количества проведений исследований. Вот я бы так ответил на этот вопрос. А на первую часть какие противопоказания имеются? Есть ли? Противопоказания, вот я уже сказал, вообще, если широко посмотрим на вопрос, их нет. Противопоказания только беременность сроком до 20 недель, когда происходит закладка жизненно важных органов у плода. Хорошо. А безопасно ли это вообще для пациента? Если говорить о безопасности пациента, то важно отметить, что современные технологии, которые сейчас имеют оборудование, позволяют значительно снижать дозу облучения пациента. Возьмем современный компьютерный томограф. В современных компьютерных томографах есть программы, есть технологии, которые самостоятельно выбирают оптимальную дозу облучения пациента, которая будет зависеть, в первую очередь, от зоны интереса, зоны обследования, и второе – это от массы пациентов. Таким образом, важно отметить, что, собственно говоря, современные технологии позволяют значительно снизить дозу облучения. Ну и никакого вреда не принесут ежегодные профилактические осмотры, в частности, флюорография органов грудной клетки, для исключения социально значимого заболевания туберкулеза. Это обязательно. Вообще, нужно говорить о том, чтобы избегать необоснованных исследований, в частности, рентгенологических, да. И поэтому обязательно, когда человек идет на рентгеновское исследование или на компьютерное томографическое исследование, у него на руках должно быть направление от врача-специалиста с указанием конкретной области и цели, которые ставит перед специалистом врач-направляющий пациента. То есть, это область и цель исследования. И еще вот небольшой маленький совет. Не пожалейте своего времени и поговорите, проконсультируйтесь с врачом-рентгенологом о целесообразности проведения выбранного метода исследования, в частности, рентгенологического, да, ионизирующего. Возможно, вам достаточно будет проведения такого метода, который не связан с лучевой нагрузкой, в частности, УЗИ. Или МРТ. Расскажите о МРТ и РКТ. В чем их отличие, схожесть, может быть, плюсы и минусы вот этих вот направлений? Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что при проведении магнитной резонансной томографии нет никакой лучевой нагрузки. МРТ или магнитной резонансной томографии – это метод тканевой дифференциации заболеваний различных органов и систем. Ну, в первую очередь, это заболевания головного и спинного мозга. Далее, это заболевания печени, поджелудочной железы, почек, матки, яичников, заболевания предстательной железы. На сегодняшний день современные магнитно-резонансные томографы обладают возможностью проведения исследований всего тела. То, что касается компьютерной томографии, то этот метод, в отличие, естественно, от МРТ, основан на использовании ионизирующего излучения. Вообще, появление компьютерной томографии, надо сказать, взорвало не только лучевую диагностику, но и всю медицину, всю диагностику в целом. Потому что впервые за многие годы появилась возможность у врачей-рентгенологов, у живого человека, посмотреть структурные изменения различных органов систем размером, которые обозначены миллиметрами. Идея создания компьютерных томографов или появления компьютерной томографии появилась еще в далеком, в 1963 году. И уже в 1972 году была проведена первая компьютерная томография женщине с заболеванием головного мозга. Важно отметить, что время, которое затрачивалось на проведение объекта, ну, в данном случае мы говорим о голове, головном мозге, тогда на пошаговых томографах занимало порядка 9 часов. Современные компьютерные томографы позволяют проводить исследование всего тела за какие-то секунды, за какие-то секунды. Значит, в современных компьютерных томографах большое количество детекторов, которые принимают излучение. И таким образом за один оборот трубки мы получаем большое количество срезов, больше 16, а надо сказать, что скорость вращения трубки составляет менее 1 секунды. Мы получаем изображение толщиной в полмиллиметра. То есть можете себе представить, какое качество получаем изображение мы на сегодняшний день имеем. Ну что ж, давайте продолжим говорить о МРТ и РКТ, что они из себя представляют. Значит, ну, мы закончили на том, что современные компьютерные томографы имеют в своем строении большое количество числов детекторов, и мы на сегодняшний день имеем возможность получать изображение толщиной менее 1 миллиметра. Значит, в литературе и в социальных сетях, сейчас в интернете, очень часто можно встретить такое понятие, такое название, как мультиспиральная компьютерная томография, сокращенные аббревиатурой МСКТ. Тут важно отметить, что принцип получения изображений на современных мультиспиральных компьютерных томографах принципиально ничем не отличается от тех, которые были до этого. Поэтому необходимо сказать, что МСКТ – это то же самое, что и КТ. То есть когда задается вопрос о том, есть ли у вас, или можно ли у вас пройти МСКТ, это то же самое, что пройти компьютерную томографию. То есть не обязательно говорить долго, просто можно спросить, есть ли можно пройти компьютерную томографию. Современные клиники на сегодняшний день все в своем составе имеют томографы с большим количеством числов детекторов, или мультиспиральные компьютерные томографы. Таким образом, при использовании компьютерной томографии мы имеем возможность расширять зону интереса, и формально мы можем говорить о проведении исследований с головы до пяток. Очень важно отметить, что компьютерная томография – это метод выбора диагностики неотложных состояний. Расскажите, как и где готовят таких специалистов, работающих в сфере лучевой диагностики? Первое знакомство с лучевой диагностикой, с рентгенологией происходит на этапе процесса обучения в высшем медицинском учреждении. В частности, сейчас это на базе Казанского федерального университета, на кафедре фундаментальных основ клинической медицины. Курс лучевой диагностики, к сожалению, он не такой большой, короткий, но тем не менее, на этом курсе традиционно студенты имеют возможность пройти лекционные, практические занятия, на которых они знакомятся с работой кабинетов отделения лучевой диагностики. Это рентгенские кабинеты, это кабинет компьютерной томографии. Естественно, они знакомятся и с работой кабинетов других отделений, в частности, МРТ, кабинетами отделения ультразвуковой диагностики, также, естественно, это кабинет рентгенхирургических методов диагностики, и таким образом познают основы гнинологии и лучевой диагностики. И наша задача, наша задача на сегодняшний день заинтересовать студентов для того, чтобы они в дальнейшем выбрали наше направление. Расскажите на собственном примере, как вы пришли к этой профессии? Ну, собственно говоря, начинать нужно издалека, это было давно, на сегодняшний день в лучевой диагностике я с 2002 года, а вообще в диагностику я пришел в 1995 году, закончив курсы повышения квалификации на базе Казанской государственной медицинской академии, на кафедре дентгенологии с курсом ультразвуковой диагностики. В 1995 году я пришел тогда еще в Республиканский медицинский диагностический центр, затем это Республиканская клиническая больница номер 2, сейчас это уже университетская клиника Казань. То есть начинал я врачом ультразвуковой диагностики, работая врачом, защитил кандидатскую диссертацию, и в 2002 году предложили возглавить кабинет компьютерной томографии, тогда еще в больнице скорой медицинской помощи номер 1 на Сибирском тракте. Важно отметить, что эта больница была многопрофильной в составе которой входило в том числе и отделение нейрохирургии, для которой наличие компьютерного томографа было архиважным. И вот в то время появилась уникальная возможность на базе БСМП номер 1 поставить компьютерный томограф. Вот я, собственно говоря, стоял у истоков основания этого кабинета, затем путем слияния кабинета ультразвуковой диагностики, кабинета рентген-диагностики, кабинета компьютерной томографии, появилось отделение лучевой диагностики, ну так закрутилось, завертелось. В дальнейшем, пройдя, так сказать, этапы становления врача-специалиста, вернулся в альмаматор, туда, откуда собственно я, говоря, и пришел изначально, это в РКБ номер 2 в 2009 году. Вот с тех пор возглавляю отделение лучевой диагностики, куда входят кабинеты рентгенской диагностики и кабинет компьютерной томографии. Ну а вот получается в школе, вот перед выбором университета, что вас привлекло в этой профессии, что вы пошли туда? Именно в медицину? Да. В диагностику? В медицину и в диагностику? Ну начну со второй части, в диагностику я попал случайно, наверное, так было бы правильнее сказать, вот, может быть, повезло, или ну как-то вот так вот звезды легли, карты легли, можно так сказать. А медицину, вы знаете, сломал традицию, стереотипы, при том, при всем, что вся моя семья, родители, сестра, инженеры, которые закончили в свое время, в разное время Казанский строительный институт. Ну я первый, тот, кто пошел в медицину. Сейчас, наверное, уже и не вспомню, почему, но четко почему-то обозначил именно вот это направление. То есть долго не колебался и выбрал медицину. Хорошо, но вернемся в наше время. Скажите, пожалуйста, вот в клинике как-нибудь будут задействованы ребята, которые сейчас учатся на рентгенологов? Вы знаете, мне бы очень хотелось. Вот я вижу перед собой задачу, цель заинтересовать этих студентов. Надо отметить, что студенты очень, так сказать, знающие, грамотные, желающие. Есть желание учиться, есть желание узнать, познать. То есть задают большое количество вопросов и интересно с ними работать. Интересно. И вот я ставлю перед собой задачу, как можно больше студентов заинтересовать именно в своей специальности, в нашей профессии, именно врачи-рентгенологов, врачи лучевой диагностики. Потому что, ну, современная медицина без лучевой диагностики на сегодняшний день, я думаю, ну, многое потеряет, если ее не будет. А вот сами врачи-рентгенологи, те, кто работает в лучевой диагностике, как-нибудь подвержены какое-нибудь облучению тому вот как-то от их аппаратов? Как вы думаете? Вопрос-то, конечно, правильный, интересный и требует, конечно, себе обливающего, так сказать, ответа. Скажу сразу. Существуют специальные правила и нормы, по которым мы все, конечно же, работаем. И существуют средства защиты не только для пациента, но и для персонала. В частности, мы не находимся в зоне прямого облучения. У нас имеются свои индивидуальные средства защиты. В частности, это рентгенозащитное стекло, через которое мы наблюдаем за пациентов. Естественно, это специальное помещение, которое соответствует всем требованиям, всем современным требованиям, всем правилам и нормам. В целом, востребованы ли специалисты в этой области? Вы знаете, здесь надо вообще говорить о востребованности специалистов. Специалисты востребованы не только в лучевой диагностике, они востребованы везде и не только в медицине, но и в медицине в частности. Поэтому, опять же-таки повторюсь, вот на сегодняшний день наша задача заинтересовать и воспитать подрастающее поколение, создать, значит, группу, даже, может быть, не группу, а новое направление, чтобы те студенты, которые сейчас проходят обучение, стали хорошими, классными специалистами. А что вы можете предложить в своей клинике пациентам, которые приходят к вам? Да, кстати, вот мы много говорим о том, что вот современное оборудование, а вот мы... А вот что у нас есть уже? Да, что у нас есть уже. Если мы говорим о компьютерной томографии, то это 64-срезвый или 64-детекторный спиральный компьютерный томограф, мультиспиральный компьютерный томограф, на котором проводятся все виды исследований, которые востребованы, которые обозначены в современной медицине. У нас имеются современные цифровые рентгеновские аппараты, которые, как я уже говорил ранее, не требуют длительного проведения исследования. Исследования проводят достаточно быстро. Достаточно быстро можно получить изображение, его проанализировать и выдаст результат. То есть мы на сегодняшний день предоставляем весь спектр услуг медицинских, медицинских исследований, которые, ну, востребованы, которые необходимы. Хорошо. Ну что ж, на этом время наша программа подошла к концу. Большое спасибо, что вы пришли. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был заведующий отделением лучевой диагностики университетской клиники Казани, ассистент кафедры по направлению рентгенологии Института фундаментальной медицины и биологии Сергей Вячеславович Курочкин. Большое спасибо еще раз, что пришли. Надеюсь, что ваша цель все-таки достигнет выполнения, можно так сказать, и получится заинтересовать много ребят на работу в этом направлении. На этом все, друзья. Большое спасибо всем за внимание. Вы смотрели программу «Разговор по чесноку». Я и ведущий Роман Полинсков. Как обычно, в это время увидимся уже на следующей неделе в четверг 19.15. Редактор субтитров А.Семкин